Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим новым рецептом очень вкусного кофейно-карамельного тортика. Мы его назвали арабская ночь. Торт получается просто нереально вкусным, ароматным, пропитанным, мягеньким и готовится совсем несложно. Но даже если вы не любите кофе, можно приготовить торт в таком карамельно-шоколадном варианте и получится ничуть не хуже. Просто не будет этой кофейной нотки. Приготовление торта начнем с шоколадной пасты. Для этого в сотейнике смешиваем сахар и какао-порошок, перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Далее вливаем молоко и ставим кастрюлю на плиту. На среднем огне доводим массу до кипения и затем провариваем одну минуту. По мере того, как будет нагреваться масса, сахар будет таять и какао-порошок хорошо вмешается. Точный список всех продуктов вы всегда можете найти в описании под видео и в конце каждого видео. Одну минуту я проварила, снимаю кастрюлю с огня и добавляю сливочное масло. Можно брать из холодильника, можно и комнатной температуры. Хорошо перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Получается вот такая консистенция. Но после того, как паста остынет, она станет погуще. Для удобства я переливаю в другую мисочку, сверху накрываю пищевой пленкой, чтобы масса не заветривалась и оставляю остывать. А теперь приготовим карамель. Все продукты должны быть комнатной температуры. В сотейнике соединяем сахар, воду, ставим на средний огонь и ни в коем случае не перемешивая, ждем, когда сахар превратится в карамель. Как только вся масса начнет золотиться, огонь можно сделать поменьше и уже посматривать, чтобы случайно ее не перегреть. Как только появится приятный янтарный оттенок, можно снимать кастрюлю с огня. Если хотите более насыщенный вкус, то можете подержать на огне чуть подольше. Кстати, вместо такой карамели вы с легкостью можете использовать обычную вареную сгущенку. Получится ничуть не хуже. Вся масса у меня уже стала красивого янтарного цвета. Снимаю кастрюлю с огня и теперь очередь сгущенки. У меня она хорошего качества, в составе только молоко и сахар. Добавляю половину в горячую карамель и хорошо перемешиваю. Добавляю вторую половину сгущенки. Сливочное масло, оно тоже обязательно должно быть комнатной температуры. И еще раз перемешиваю, чтобы масса стала однородной. На этом в принципе можно остановиться, но я предпочитаю довести массу еще раз до кипения. Как только пошли первые пузырьки, снимаю с огня. Для удобства я ее также переливаю в другую мисочку, накрываю в контакт пищевой пленкой и оставляю остыть до комнатной температуры, а затем убираю в холодильник. Даже по внешнему виду она очень похожа на вареную сгущенку, но все-таки у нее есть такой приятный вкус карамели. Для торта я приготовила кофейный бисквит. В прошлом видео показывала, как его готовить. Ссылочку оставлю в описании под видео. Готовый бисквит я разрезала на 4 коржа. Карамель у меня уже хорошо охладилась и стала вот такой плотненькой. И сейчас можно закончить приготовление крема. Для него также понадобится сметана. Она обязательно должна быть холодной, так же как и карамель. Желательно брать более жирную, чтобы крем получился погуще. Я обычно беру 25%. Добавляем по 1 столовой ложке карамель и хорошо перемешиваем миксером. Как я уже сказала, вы можете использовать обычную вареную сгущенку. Будет ничуть не хуже, но немного по-другому. С карамелью все-таки получается интереснее. Благодаря сметане появляется в креме такая приятная кислинка, ну а карамель дает сладость. Крем как раз получается умеренно сладким. Если не хотите кислинку в креме, то можете вместо сметаны использовать жирные сливки. Будет тоже очень вкусно. Крем у меня готов. Он получается очень нежным и вкусным. У меня уже все готово для сборки торта. Для пропитки я буду сегодня использовать кофе. Шоколадная паста у меня уже остыла до комнатной температуры и стала погуще. Выкладываю первый корж и хорошо пропитываю его. Шоколадную пасту условно делим на три части. Получается как раз вот по одной такой полной столовой ложке. И распределяем ее по всему коржу. И теперь покрываем кремом. У меня получается по 280 грамм на каждый корж. Если планируете выравнивать тортик этим же кремом, то заранее отложите несколько ложек. Накрываем вторым коржом. Немного его прижимаем. Снова хорошо пропитываем. Покрываем шоколадной пастой и выкладываем крем. Торт удобнее собирать в разъемном кольце. Если такого нет, то можете взять форму, в которой выпекался бисквит, и проложить бортик пергаментом. Торт получается довольно высоким, поэтому высоту нужно будет нарастить. Для пропитки я использую кофе, поэтому вкус и аромат торта получаются более насыщенным. Если хотите оставить кофейный аромат только в бисквите, то для пропитки используйте обычный сироп. Смешайте воду с сахаром, доведите до кипения и оставьте остыть. На моем канале уже есть огромное количество разных тортов на любой вкус. В описании под видео я оставлю ссылку на плейлист. Можете зайти и подобрать какой-нибудь рецепт для себя. Накрываем последним коржом, также хорошо его пропитываем и покрываем остатками крема. Накрываем торт в контакт пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 6 часов. Я готовлю с вечера, поэтому оставляю на всю ночь. Тортик у меня уже хорошо пропитался. Снимаю пленку и кольцо. Для покрытия я приготовила шоколадный крем. Вы можете взять любой рецепт, который вам нравится. Выравниваю тортик со всех сторон. Кстати, для покрытия также можно использовать ту же шоколадную пасту, которую мы использовали для начинки. Просто приготовьте большее количество и затем выровняйте тортик. Либо, как я сказала, нужно заранее отложить несколько ложек основного крема и затем использовать его для покрытия. Для украшения я буду использовать измельченную крошку шапочки бисквита. Полностью все боками покрываю, делаю вот такой рисунок. Также по желанию можно сделать кремовые цветочки. Также для украшения можно взять кофейные зернышки и различные кондитерские бусинки. Для контраста серединку я засыпаю белым шоколадом. Ножом для овощей делаю вот такие спиральки. Выглядит очень красиво. Только шоколад обязательно должен быть комнатной температуры. Если он будет холодным, то он просто поломается и таких спиралек не получится. Кофейные зернышки у меня особо не видны, поэтому я решила серединку цветочка присыпать белым шоколадом и затем уже украсить кофейными зернами. Если будете готовить, то обязательно присылайте свои фотоотчеты в мою группу ВКонтакте или в Инстаграм. Мне всегда очень интересно посмотреть и на ваши результаты. Тортик получается необыкновенно вкусным и очень ароматным. Именно его я готовила в прошлом году на день рождения своего канала. Я давно обещала приготовить, поэтому с удовольствием делюсь рецептом и с вами. Здесь очень мягенький пропитанный кофейный бисквит, нежный карамельный крем. И все это подчеркивает шоколадная паста. Кофе, шоколад и карамель прекрасно сочетаются между собой и создают неповторимую гармонию вкусов. За ночь тортик идеально пропитывается, получается очень мягеньким, нежным и буквально тающим во рту. Как я говорила, даже если вы не любите кофе, то вы можете с легкостью приготовить какой-нибудь другой бисквит, тот же ванильный или, например, шоколадный. Исключить кофе из пропитки и получится просто вкусный шоколадный карамельный тортик. По сладости он как раз умеренный, поэтому я бы ничего не стала менять. Если вам уже надоели классические торты и хочется какого-то нового необычного вкуса, то я вам настоятельно рекомендую попробовать такой тортик. Уверена, что вам и вашим близким он также придется по вкусу. Надеюсь, вас такой рецепт тоже заинтересует, и вы его попробуете приготовить. А на сегодня я с вами прощаюсь. Как всегда желаю всем удачной выпечки, приятного аппетита и жду вас в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok